Валерий Соловьев Это 125 выпуск программы «Что происходит?», который вы увидите в понедельник, 27 мая, в час пополудни московского времени. Основные темы этого выпуска – разгром троцкистско-военного подполья. Живущие в стеклянном доме бросаются камнями, и НАТО готовится к гибридной войне с Российской Федерацией. Да, обратили внимание, наверное, на заголовок «Разгром троцкистско-военного подполья». Конечно же, он позаимствован, или точнее, это пародия на стилистику и лексику 30-х годов прошлого века в Советском Союзе. Речь идет о арестах генералов. Генералов и военных. Вы, наверное, помните и знаете о том, что за последний месяц было пять арестов высокопоставленных военных. Из них четыре – это генерала. Так вот, если о двух первых арестах, я имею в виду Тимура Иванова и Кузнецова, можно еще говорить об экономической подоплеке, точнее, даже не можно, а нужно говорить в первую очередь об экономической подоплеке их арестов, то два последующих ареста – арест командарма Попова и Вадима Шамарина, заместителя Герасимова, конечно же, имеют другую причину и имеют иную подоплеку. Хотя формально их обвинили в экономических преступлениях. Только подумать, Иван Попов похитил 1200 тонн металлоизделий. Наверное, не иначе он с фронта и гнал эти изделия, чтобы сдать на металлолом где-то в глубоком тылу. Так вот, подоплека двух, как я уже сказал, последующих арестов, насчет пятого ареста, ареста полковника или подполковника, который занимался закупкой военной продукции, так вот, арест двух генералов, он имеет политическую подоплеку. Это уже не просто глухие слухи, об этом уже говорят во весь голос, как сказала бы Маргарита Симоньян в московских гостиных, и не только в московских гостиных, но и в экспертных кругах, о том, что доблестная военная контрразведка разоблачила военный мятеж. Она, так сказать, схватила эту гидру. Гидру, которая была, как выясняется, в ходе задаваемых вопросов, связана с Ходорковским. Да-да, я нисколько не шучу, поэтому я назвал это разоблачением, или точнее разгромом троцкиско-военного заговора, троцкиско-военного мятежа. Так вот, эту гидру, значит, схватили и в самом зародуши ее начали душить. Я понимаю, что мои слова звучат с сарказмом, отдают изрядной толикой сарказма, и я действительно саркастичен. И не потому, что военный мятеж в России невозможен, наоборот, он, конечно же, возможен. Что блестяще показал Евгений Викторович Пригожин около года тому назад, если быть точным, 24 июня прошлого года, когда он начал мятеж, и почти что дошел до российской столицы. Столицы нашего богоспасаемого Отечества. Да, кстати, попутно уж раз я заговорил о Евгении Пригожине, в чаде его не было. Те фото и то видео, которые вы, дорогие друзья, видели в телеграм-каналах, связанных, и не только в телеграм-каналах, связанных с ЧВК Вагнер, но и в других телеграм-каналах, на них или запечатлен другой человек, хотя по комплекции похоже, или эти видео и эти фото были сделаны несколько ранее. Не берусь судить, что здесь точно, но точно то, что в Африке Евгения Викторовича не было. Впрочем, и в Латинской Америке он уже тоже не находится. Он находится в соблазнительной близости от российских рубежей. Еще раз повторю. Ну, так вот, значит, военный мятеж, в принципе, возможен. И, более того, была в свое время действительно попытка военного мятежа в 1998 году. Я имею в виду попытку, которую организовал и готовил генерал Леврохлин. И не хочу сказать, что она была на волосок от успеха, но, в общем, неплохие шансы на реализацию тогда военного мятежа в Российской Федерации были. Так вот, важно не то, в самом ли деле, там, в лоне генштаба, в лоне Минобороны мятежники свили гнездо, в самом ли деле Иван Попов и Вадим Шамарин готовили мятеж, а будут еще аресты, будут арестованы еще 2-3 генерала, и говорят, что около двух десятков, я обычно предпочитаю считать дюжинами, около двух дюжин полковников. Так вот, не имеет никакого значения, в самом ли деле мятеж готовился. Точнее, это имеет значение, наверное, для военной контрразведки, которая легко могла фальсифицировать и раздуть это дело, в силу тех или иных причин. Каких причин? Армия, которая ведет военные действия, ведет интенсивные военные действия на протяжении двух с половиной лет, конечно же, начинает обретать политическую субъектность. Но если не армия в целом, как институт, то отдельные люди внутри вооруженных сил начинают эту субъектность обретать и начинают вести разные крамольные с точки зрения военной контрразведки разговоры. Между разговорами и мятежом, и даже подготовкой мятежа, конечно же, пролегает дистанция огромного размера. Но еще раз, я несколько раз уже начинал этот свой логический, риторический ход. Дело не в том, был ли и есть ли мятеж на самом деле. Была ли и осуществляется ли подготовка к военному мятежу. Важно то, что это стало частью политической реальности в России. То, что это обсуждается. А когда говорят о военном мятеже, это совершенно отчетливый, очевидный, я бы сказал, даже зловещий признак слабости политической системы и слабости постпутинского режима. Да, Путина нет. Режим, повторяющий, копирующий путинский режим, сохраняется. Его можно назвать путинским режимом. Но он начинает распадаться. Его ткань начинает расползаться. Режим начинает ослабевать. И здесь мы переходим как раз с вами ко второй теме. Это было главное, наверное, политическое событие прошедшей недели. Ну, если не считать разоблачение, разгром точнее. Начавшийся разгром мятежа. Так вот, это визит так называемого Путина. На самом деле Евгения Васильевича, двойника Путина, в Беларусь, к своему белорусскому визави. Колхознику или картофельному лосью, как его называл покойный Путин, Александру Григорьевичу Лукашенко. И эта встреча, и главное содержание этой встречи, но даже не столько содержание, сколько антураж этой встречи, они очень характерны и на многое наталкивают и наводят на разные предположения. Но эти предположения как раз в мою пользу, в пользу моих утверждений. Это не только утверждения, это действительно чистый факт о том, что Путин скончался 26 октября. Вы обратили внимание, если не обратили, то я обращаю ваше внимание на такую забавную деталь, как приветствие со стороны Лукашенко в адрес так называемого Путина. Он сказал, я цитирую, «Рад приветствовать вас на родной для вас белорусской земле». Александр Григорьевич прекрасно знает, что двойник родом из Могилева, то есть для него эта земля действительно родная. Вы, конечно, можете сказать, что поскольку существует, точнее, я не сомневаюсь, что мои оппоненты скажут, «Ну как же, существует же союзное государство России и Белоруссии». Лукашенко тем самым хотел подчеркнуть, показать, что земля белорусская для Владимира Владимировича Путина никак не чужая, она такая же родная. Скажите, почему ни один губернатор не говорит, «Приветствую вас, Владимир Владимирович, на родной Тюменской земле, на родной Камчатской земле. Ведь вся земля, наверное, тогда должна быть родной». Да нет, конечно же, Лукашенко – это толстый тролль. Он очень любит троллить двойника. Он и покойник это троллил. И тот глуповато смеялся или хихикал. Ему это не очень нравилось, но он принимал. А сейчас Лукашенко совершенно очевидно троллил двойника. И более того, я получил несколько десятков сообщений, комментов следующего содержания. Да, мы посмотрели, как проходила эта встреча, и понятно, кто там доминировал. Что Путин никогда бы не позволил, чтобы Лукашенко так явно доминировал. И доминировал, и, в общем, издевался над своим визави, который, еще раз повторю, двойник покойного российского президента по имени Евгения Васильевича, родом из Могилева. Это действительно белорусская земля. И, опять же, обратили внимание мои корреспонденты. Они так и писали, что, да, теперь мы убедились в правоте ваших слов, потому что двойник выше оригинала. По крайней мере, на 5-7 сантиметров. Да, это чистая правда. На 5-7 сантиметров он выше оригинала. Ну, а теперь перейдем к содержанию этой встречи. И, конечно, главный сухой, наверное, остаток это заявление о нелегитимности Зеленского. Дорогие друзья, но кто бы говорил о нелегитимности украинского президента? Узурпатор властью Белоруссии. Лукашенко проиграл выборы 20-го года. А то, что происходило в России в этом году, вообще не было выборами. Это исключительная профанация. И этот двойник все равно даже эти профанированные выборы не выиграл. Он не выиграл выборы. Понимаете, в чем дело? И вот эти люди, которые являются один узурпатором, а второй петрушкой, марионеткой, куклой в руках у Николая Платоныча Патрушева и членов Политбюро 2.0, они начинают ничтоже сумняшися говорить о нелегитимности украинского президента. Даже, кстати, с правовой точки зрения, видите ли, необходимость ломает закон. И поэтому совсем не обязательно во время военных действий, тем более, что Украина ведет войну за выживание и самосохранение, проводить выборы. И многочисленный исторический опыт это подтверждает. Ну, конечно же, это была попытка скомпрометировать, дезавуировать Зеленского, я имею в виду с российской стороны, и дезавуировать саму идею конференции Швейцарии. Конференции, которая должна бы, по идее, обсуждать, ну, если не мирный план, полностью мирный план Зеленского он обсуждать не будет, а будут обсуждать часть этого мирного плана. Ну, и вот, Лыков строку, это Янукович, которого заставили прилететь в Минск, что означает заставили. Вообще, он себя очень плохо чувствует, Янукович. Он тяжело болен. Он тяжел на подъем. Ну, почему его заставили прилететь в Минск? Чтобы придать дополнительную силу утверждениям о нелегитимности Зеленского и намекнуть, что вот у нас уже готов законный кандидат, который может возглавить освобожденные земли Украины. Стать, так сказать, во главе легитимной и законной украинской власти. Что же он в 14-м году этот легитимный покинул в срочном порядке Украину в обозе у российских войск? Российские десантники его вывозили. И тот, кто, кстати, вывозил Януковича, стал позже героем России. Это вообще очень-очень известный человек. Печальный, я бы сказал, известный. Я, кстати, да, он, по-моему, жив. Он жив еще. Печально известный, потому что он засветился в деле Солсбери. В деле Солсбери. А героя России он получил именно за то, что вывозил Януковича. Так что аргумент насчет нелегитимности с Януковичем, это все, конечно, абсолютной воды фикции. Абсолютной воды фикции, но желание держать хорошую мину при крайне плохой игре. Дорогие друзья, и вот третья тема сегодняшнего аналитического, информационно-аналитического обозрения. Это, как я уже ее подал, НАТО готовится к гибридной войне с Россией. Помните, я много раз в своих выпусках рассказывал о том, что российское руководство, военно-политическое, Кремль, лелеют идею, не все, но частью своей, лелеют идею изменить стратегический контекст конфликта, конфронтации с Украиной. Изменить каким образом? Оттянуть внимание Запада и НАТО, в первую очередь, на другой театр военных действий. Как это случилось с новым театром военных действий на Ближнем Востоке? Куда внимание, по крайней мере, на какое-то время было отвлечено? Теперь полагают, что можно создать новый театр, ну, не военных действий, а новое поле напряженности в Европе и, в первую очередь, в двух странах Балтии. В Латвии и Эстонии. Ну, понятно, почему Латвия и Эстония, потому что это страны с довольно большой долей не коренного населения, или, говоря академическим слогом, не аборигенного населения. Это именно научное выражение. Оно не несет никакого уничижительного подтекста, никаких уничижительных коннотаций не должно вызывать. Хотя он некоторых вызывает. Ну, или те, кого называют русскоязычным населением. И вот эта гибридная операция, которая задумана по отношению к странам Балтии, и о начале которой сейчас размышляет российское руководство, и которая проводит тестирование возможностей инструментов гибридной операции, обращаю ваше внимание, что гибридная операция – это не полноценная военная операция. Гибридная операция предполагает включение военного компонента, военного элемента, только на заключительной стадии, а до этого военный компонент не используется, а даже если он и используется в заключительной стадии, то он не должен быть значительным. Так вот, первоначальные стадии гибридной операции, они предполагают хаотизацию ситуации в тех странах, которые стали или могут стать объектом гибридной операции. Хаотизация ситуации осуществляется с помощью ряда инструментов, один из которых наиболее эффективен, он не самый эффективный, вообще инструменты используются в комплексе, но один из наиболее эффективных – это кибератаки. Это кибератаки на сайты банковских учреждений, но эти сайты более-менее прилично защищены, на сайты, связанные с логистикой, и на сайты государственных и муниципальных учреждений. И, как вы знаете прекрасно, Российская Федерация в последнее время тестирует свою способность обрушить эти сайты и нанести ущерб, допустим, навигационным системам в районе Балтийского моря. Ущерб навигационным системам стран, расположенным в районе Балтийского моря. Так вот, я говорил, что гибридная операция, она осуществляется поэтапно. Вот этап за этапом должны углублять хаотизацию. И на каждом этапе проверяется способность НАТО дать отпор. Резкий отпор и решительный отпор действиям Российской Федерации. Если НАТО не дает отпор, то с одного этапа переходит на другой, и в конце концов приходит к включению в гибридную операцию военного компонента, военного ингредиента. И вот что мы с вами слышим. Как раз на прошедшей неделе генсек НАТО, Йен Столтенберг, заявляет в интервью изданию The Economist, что НАТО может применить пятую статью о коллективной обороне в случае серьезной, обращаю ваше внимание, кибератаки на одной из стран. Более того, в этом интервью Столтенберг добавил, что он предупредит Москву о возможности использования пятой статьи, если кибератаки будут серьезными. И далее я цитирую. Мы можем задействовать пятую статью и ответить в киберпространстве. И далее, внимание, это цитата Столтенберга. Не только в киберпространстве, но также в других областях, чтобы защитить союзников по НАТО. И напоминаю, что пятая статья НАТО гласит, вооруженное нападение на одну страну участница НАТО будет рассматриваться как нападение на Альянс в целом. Обратите внимание, в данном случае речь идет о ответе именно на гибридную операцию, не на военную операцию, именно на гибридную операцию и на начальном этапе гибридной операции. Правда, дорогие друзья, как говорится, обещать не значит жениться и сказать не значит сделать. В конце концов, я бы не удивился, если бы НАТО стало проявлять на первых порах глубокую озабоченность и призывать стороны к сдержанности и снижению уровня конфронтации. Может быть, так все и будет поначалу происходить. Потому что НАТО на самом деле боится давать, по крайней мере боялась. Я не знаю, что изменилось, изменилось ли что-то вообще. Боялась давать жесткий ответ, в том числе на кибератаки, опасаясь, что в России заявят о том, что такие действия НАТО, если она отвечает на кибератаки и наносит кибератаки в очередь по российским сайтам, и отвечает не только в области кибербезопасности, киберсферы, но и в других сферах, что это угрожает Российской Федерации. Тогда Российская Федерация считает себя вправе использовать ядерное оружие. Ну, по крайней мере, тактическое ядерное оружие. Взначает ли это, что Российской Федерации, точнее, военно-политической, с нынешней военно-политической руководством России намерено использовать ядерное оружие? Нет, не означает. На самом деле, руководство не хотело бы использовать ядерное оружие. В отличие от покойного Путина, который был на волоске от соблазна использования ядерного оружия, по крайней мере, в марте 2022 года, когда все висело на волоске. И тактическое ядерное оружие могло быть использовано по объектам, по целям или по территории, по одной из украинских территорий. Этот вопрос не просто обсуждался, он был уже готов к реализации. И только чрезвычайные усилия группы отважных людей позволили предотвратить сползание мира к ядерной катастрофе. Так вот, нынешнее российское руководство, в отличие от тогдашнего российского руководства, хотя большей частью оно, естественно, сохранилось, или почти полностью, за исключением Путина, оно не сторонник использования ядерного оружия. Но это не означает использование ядерной лексики, ядерной риторики и ядерного шантажа. Так что пока стороны обмениваются, скорее, риторическими угрозами. Кто-то намекает на гибридную операцию и проводит тестирование способности НАТО отразить эту гибридную операцию. НАТО, в свою очередь, говорит о том, что оно относится к этой угрозе абсолютно серьезно. И Альянс готов эту угрозу отразить и ответить симметрично и асимметрично, если потребуется. Так что, дорогие друзья, как вы понимаете, надеюсь, из того, что я вам сейчас рассказал, в мои предостережения последних месяцев о том, что гибридная операция это очень серьезно, это не выдумка, совпадает полностью с нынешним отношением НАТО к этой перспективе. Дорогие друзья, спасибо большое за то, что вы смотрите мои ролики. Если у вас остались вопросы в связи с тем, что я сегодня сказал, или с тем, что я не сказал, или в связи с какими-то новыми и иными темами, вы можете задать свои вопросы, оставить вопросы под этим роликом. И я отвечу, как обычно, в четверг, в данном случае это был четверг 30 мая, отвечу на ваши вопросы. Ну, пожалуйста, чтобы я обратил внимание на ваши вопросы. Пишите вначале за главными буквами слово «вопрос» или ставьте несколько знаков вопроса. Я отвечаю, ну, наверное, процентов на 80 вопросов. Ну, в большинстве, кстати, случаев вопросов повторяются. Отвечаю на самые актуальные вопросы, самые важные, ну, и на те, которые лично мне кажутся интересными, а порой и курьезными. Так что оставляйте свои вопросы. В четверг ждите ответов. И, кстати, попутно я вам задам вопросы. В свое время, но до 2022 года включительно, я проводил стримы, онлайн-стримы. Не те закрытые платные стримы, которые я провожу традиционно раз в полтора месяца, и последний из которых состоялся 23 марта. Он был безумно интересен и прошел, я бы сказал, при аншлаге. Если так можно выразиться, примитивно к онлайн-закрытому, правда, онлайн-мероприятию. А это вот открытые публичные онлайн-стримы, но я, естественно, проводить их буду тогда вечером, скажем, в 20 часов московского времени, в 19 часов московского времени. Во-первых, напишите, было ли бы вам интересно, так сказать, онлайн участвовать в таком стриме. Я пока точно не знаю, когда я начну их проводить. Я вас предупрежу заранее. Во-первых, было ли бы вам интересно. Во-вторых, в какое время лучше? В 19 или в 20 часов московского времени? Мне лично кажется, что в 20 часов московского времени. Но выбор за вами. Вы, пожалуйста, напишите об этом тоже в своих комментах. Дорогие друзья, спасибо большое за то, что вы поддерживаете меня и поддерживаете нас. Поддерживаете информационно, поддерживаете морально и психологически. И очень вам признательны за вашу материальную поддержку. И надеюсь, что рука дающего не скудеет. Пожалуйста, помогайте нам. Помогайте в тех пределах и размерах, которые лично для вас допустимы. Помочь нам очень просто. Вы заходите в описание к этому ролику или в первый закрепленный коммент к этому ролику. Там, в середине, банковские реквизиты. Можете перечислять на любой из реквизитов. В том случае, когда вы перечисляете, вот именно оказываете помощь мне, а точнее нам, поверьте, это для вас совершенно безопасно. Я подчеркиваю, это совершенно безопасно. Но вы можете выбрать из ряда реквизитов, какой вам больше подходит. Помните, всякое даяние блага. Вы не можете перечислить. Прекрасно понимаю, страна у нас, страна богатая, вот люди живут бедно и много откровенно нищих людей. То хотя бы просто подпишитесь на телеграм-ресурсы, которые я рекомендую. Внизу, в описании, в первом закрепленном комменте, последняя строка, это телеграм-ресурсы. Подходите, точнее проходите по ссылке и подписывайтесь на те, которые вам лично кажутся наиболее симпатичными, если вы еще не подписаны. И это будет для вас тоже полезно. Это тоже ваша форма участия в гражданской активности. Хотя бы минимальное гражданское действие, к счастью, для вас совершенно безопасно и равно как и донаты, которые вы могли бы послать. И, дорогие друзья, пожалуйста, берегите себя. А я буду с вами до нашей победы и дальше, и дольше. И главное, дорогие друзья, знайте, твердо знайте и нисколько не сомневайтесь. Как бы ни было сейчас тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет за нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!